Здравствуйте, это Vivo Telecom. Давайте сегодня вас познакомим с программированием радиостанции HITERA TC508. Радиостанция довольно популярна и часто возникают вопросы у пользователей, как же их программировать. Давайте мы сегодня об этом расскажем. Сразу скажу, что станция отличается программным обеспечением от TC518. Там программы разные, но 508 более популярна, поэтому о ней сегодня и будем рассказывать. Но в первую очередь, естественно, после подключения кабеля и включения радиостанции, нам нужно выбрать правильный компорт, который возникает от эмуляции через USB. Ну, либо у вас будет физический компорт подключен. То есть, есть к данным радиостанциям два кабеля программирования, либо с компортом, либо с USB. Так вот, от USB возникнет виртуальный компорт, от шнура с компортом возникнет физический компорт, и вам его нужно правильно выбрать. Далее, читаем станцию и получаем следующую информацию. То есть, общую информацию по станции, включая электронный серийный номер, например. Далее, вот у нас такое выпадающее возникает дерево. Оно очень похоже, например, на радиостанции Motorola GP340. То есть, весь функционал этого программного обеспечения, грубо говоря, такой же. Ну, более упрощенный, конечно. Тут нет системных каких-то определений. Там, ДТМФ и пятитоновая система. Но, в целом, программное обеспечение выглядит похоже. Идем тогда по дереву. Смотрите, верхняя у нас определяется назначение функциональности кнопок. Короткое нажатие, либо длинная первая кнопка. И вторая также короткое и длинное нажатие. Смотрите, какая есть особенность. По короткому нажатию и по длинному функции разные. То есть, по умолчанию здесь отключение шумоподавителя. Можно также выбрать перемену уровня мощности выходной. Вокс включить, либо включить сканирование. По длинному нажатию немножечко другой. Здесь у нас список. Есть, например, полезная функция информации о заряде батареи. То есть, вы на светодиодном индикаторе работы получите именно состояние батареи по нажатию этой кнопки. Далее, в дополнительных настройках вы можете выбрать либо нормальный шумоподавитель, либо глубокий. То есть, если большой уровень помех у вас, вы можете выбрать tight. И, соответственно, загрубить шумодав таким образом. Далее, здесь вот также выбирается режим сохранения батареи. Интервал, после которого каждый раз будет сообщаться, что батарея севшая. И индикация светодиодом, что идет процесс сканирования. Далее, это определение Vox. То есть, его чувствительность и delay time выбираются. Так, здесь, в принципе, ничего интересного нет. Это по тестированию. Далее, переходим к определению самих каналов. Их может быть запрограммировано до 16. Соответственно, давайте зайдем, например, в первый. Что у нас здесь есть? Это ширина канала, широкая, либо узкая. То есть, 25 кГц, либо 12. Уровень мощности. Два уровня. 5 или 1 Вт. Ну, или в высоких частотах 4, 1 Вт. Здесь частота RX. Это частота приема. Здесь вы можете задать CTCSS, либо DCS коды. Их значения, опять же. И можете скопировать установленные значения в частоты передачи. Естественно, они могут быть разные для работы с ретранслятором. Частоты передачи и приема могут отличаться. На вкладке дополнительная. Выбирается у нас персональность. Так же, как это было в Motorola GP серии. Я потом к ней перейду, вам покажу. Ну, и можно при попадании на этот канал включить сканирование автоматическое. Жалко, что здесь нет таблички общей для вывода всех каналов, как это было у Motorola. Здесь такого нет. Ну, соответственно, каждый канал определяется. Таким образом, теперь переходим в персональность. В каждую. Смотрите. То есть, на каждом канале мы определили персональность. Их может быть, естественно, несколько. То есть, сюда зайдем. Если нажмем плюсик, то сделаем другую. И что здесь определяется? Во-первых, никогда... Вы можете здесь отключить передачу. Либо она по умолчанию всегда разрешена. Либо только когда у нас свободен канал. Также здесь задается время работы на передачу. То есть, при превышении этого таймера передача будет автоматически прерываться. Ну и все. Здесь больше ничего интересного нет. На вкладке сканирования здесь задается время сканирования и так далее. И также вы можете задать, какие каналы будут в этом сканировании, в этом списке сканирования участвовать. Все. В общем-то, основное для программирования радиостанции все дано. То есть, когда вы все данные подготовили, нажимаете write to the radio и пишите данные в станцию. Все на этом тогда заканчиваем. Это Viva Telecom. Подписывайтесь на канал, кому было интересно и полезно. Всего вам доброго. До свидания.